Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Эмма Гамильтон или Леди Гамильтон. Британская натурщица, певица, мим, куртизанка, любовница британского вице-адмирала Горация Нельсона. Благодаря своим скандальным любовным интригам, красоте и художественному таланту, Леди Гамильтон была в конце 18-го, начале 19-го века настоящей европейской знаменитости. Итак, Эмма Гамильтон, урожденная Эми Леон, родилась в Честере, в английском графстве Чешир, 26 апреля 1765 года. После смерти своего отца-кузнеца, она воспитывалась у дедушки и бабушки, а ее мать зарабатывала на жизнь, торгуя углем. С 1779 года Эмма проживала в Лондоне. К 1782 году она уже успела заслужить скандальную известность, став любовницей нескольких мужчин и поучаствовав в обнаженном виде представлениях шотландского шарлатана Джеймса Грэхэма в качестве богини здоровья. В 16 лет Эмма забеременела. Родившаяся ребенка она отдала на воспитание своей бабушке, ее дочь Эмма Керрио. Большую часть жизни работала служанкой, не вышла замуж и умерла бездетно и в 1856 году в возрасте 75 лет. Сама Эмма Лейтон сменила имя на Эмма Харт, осталась в Лондоне в качестве сожительницы Чарльза Гривиля, который и представил ее своему дяде, сэр Уильяму Гамильтону, послу Британии в Неаполитанском королевстве. В 1786 году Эмма поселилась в Неаполе, в доме 56-летнего британского посла. В 1791 сэр Уильям и Эмма поженились, чем вызвали большой скандал в кругах английской аристократии. В Неаполе Эмма занималась искусством. Для знаменитых гостей она проводила представления живых картин, изображающих классические произведения искусства. Среди почитателей ее искусства было Гёте. Благодаря своим представлениям, которые ему называла аттитюдами, она завоевала славу артистке, которую, по мнению историка, искусство Уильяки и Терсхагена можно сравнить со славой Берлин-Монро в 20 веке. Ее красоту запечатлели на своих портретах художники Джордж Ромни, Ангелика Кауфман, Йоганн Генрих Вильгельм Тишбей. К этому периоду времени относится близкая дружба Эммы с королевой Марией Каролиной Австрийской, супругой Фердинанда IV Неаполитанского. Благодаря королеве Эмма познакомилась с английским вице-адмиралом Горатца Нельсоном и стала в 1798 году его возлюбленной. Сэр Уильям, очевидно, терпимо относился к этой связи, по некоторым мнениям, даже поощрял ее. В 1800 году любовный треугольник переместился в Лондон, обеспечив местные газеты скандальными заголовками. В 1801 родилась дочь Эммы и Нельсона Горатца. Сэр Уильям умер в 1803 году. После его смерти Эмма Гамильтон поселилась с Нельсоном в небольшом домике в Уимблдоне на юге Лондона. Эмма Гамильтон активно участвовала в терроре против якобинзов в Италии. Вот Тарли писал так, если влияние Эммы Гамильтон и королевы Каролины сказались, то несколько позднее и выразилось оно в позорящей память знаменитого английского адмирала по пустительстве свирепому белому террору, даже в некотором прямом участии в безобразных эксцессах того времени. Нельсон решил повесить адмирала Карачиола, командующего флотом республиканцев. Он наскоро организовал военный суд и побуждая мой своей любовницей леди Гамильтон, которая собиралась уезжать, хотела обязательно присутствовать при повешении, приказала немедленно исполнить приговор. Карачиола был повешен в самый день суда, 18 июня 1799 года на борту линейного корабля Минерова. Его тело весь день продолжало висеть на корабле. Это необходимый пример, пояснил английский посол Гамильтон, вполне стоивший своей супруге. За помощь в обороне Мальты француза была в 1800 году принята Павлом I в дамы Мальтийского ордена, став первой женщиной, удостоившейся этой награды. После гибели Нельсона в 1805 году в Трафальгарской битве леди Гамильтон оказалась в сложном финансовом положении. Пенсия, назначенная сэром Уиллиным, была маленькой и к 1813 году она была в долгах. Просьбу позаботиться о возлюбленной, содержавшейся в завещании национального героя Англии Нельсона, английское правительство оставило без внимания. Эмма Гамильтон умерла от амебной дизентерии 15 января 1815 года в Кале, где она скрывалась от своих кредиторов. Такая история о леди Гамильтон, богатая подключениями скандальная жизнь красавицы, выковечена во многочисленных романах, фильмах и произведениях. В романах Александра Дюма, Кенриха Шумахера, Марка Алданова, Сюзен Зонтак, Жильбера Синуэя. Ну и конечно в театре оперета Эдуарга Кюнекке «Леди Гамильтон» пьеса Теренса Ретигана. Он завещал ее нации. В кинематографе «Леди Гамильтон» не мой фильм Рихарда Освальда. Ну и так далее. Вот такая история из Википедии о леди Гамильтон, Эмма Гамильтон, британской натурщице, певице, миме, куртизанке и любовнице британского вице-адмирала Горация Нельсона. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего, узнали что-то новое. Ну во всяком случае я узнал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok